В Самарской области завершился конкурс профмастерства патрульных экипажей, которые в круглосуточном режиме обеспечивают правопорядок на улицах городов и районных центров 63 региона. Лучших определяли на войсковом полигоне областного управления Росгвардии. Стражам правопорядка необходимо было преодолеть полосу препятствий, затем экипироваться и проследовать на служебном автомобиле к следующему этапу в тир, где росгвардейцам нужно было поразить мишени из пистолета Макарова. При этом каждый промах добавлял 10 секунд к финальному времени прохождения всей дистанции. Сотрудникам Росгвардии необходимо было показать и умение четко и слаженно действовать в команде. Профессиональные навыки они демонстрировали на этапе осмотра охраняемого объекта, который по легенде подвергся проникновению злоумышленника. Во всех дисциплинах конкурса, которые включают в себя спортивная подготовка, вождение автомобиля, профессиональный осмотр помещений и огневая подготовка. Первый этап проходил непосредственно в их собственных подразделениях, где они службу проходят в филиалах. Сейчас здесь сегодня второй этап конкурса и победитель возможно будет принимать участие во всероссийском конкурсе. Завершился конкурс сдачи нормативом по физической подготовке, километровым кроссом и подтягиванием на перекладине. В соревнованиях принимали участие 15 экипажей вне ведомственной охраны Росгвардии со всего региона. В результате в этом году лучшей стала группа задержаний из Новокуйбышевска, второй и третье место у экипажей из Тольятти и Самары. Виктория Шарая, События.